привет мои хорошие только что сделали с вами прямой эфир я уже пообедала после эфира у меня был такой знаете обед и завтрак два в одном муж пошел в магазин куда-то показала я вам что я заказала севинч ну кто не будет смотреть прямой эфир покажу и кое-что еще севинч меня просила ей заказать сейчас я вам покажу что это если это конечно так далее 25 процентов скидку вот этого магазина где заказала вот она просила чтобы я и заказала вот этот шар сейчас я его открою покажу вам такой шарфик темно такой коричневый и можно с этой стороны тоже носить и черного цвета здесь уже типа как бантик нарисован но такой приятной ну где она будет носить ему прям очень такой теплый ну хотя январе-феврале вставание довольно холодно но вот это прямо очень теплая не знаю она это захотела наверно надо было я одну штуку только заказать можно так тоже так мне не очень нравится как-то более уже старомодно но она сама решит в общем у меня мне уже жарко но для нашей погоды да уж чересчур он такой знаете теплый ну ладно смотрите что мы притащим какой-то барабан цветочки снова купил new flowers и more stuff больше вещей красивая больше картины больше говорит еще что там спереди посмотри вот что он принес это у нас было уже вот этого 22 не было видите а вот этот красивый вот этот мне нравится это тоже ничем он все их по всему дому на втором этаже уже везде у нас уже некуда их ставить лето лето на кто скажет что сейчас почти ноябрь на носу вот лето просто лето прекрасная погода прекрасно мы еще туда правда ничего не поставили на чуть-чуть вот не знаю когда будут прилетать птички видите вот это черное все которое обделано так постелено черным здесь будут то ли белые камни то ли я посмотрим но в общем там будет кое-что уже как-то лучше становится после того как траву постелем будет вообще супер покажу вам такой вот сюда мы поставили видите она такая добротная прям темно что мне нравится что такое темное винтажное золото потому что у меня здесь вот такие вот но есть много чего такое ведь это тоже винтажное золото это от моей подписчицы я помню она мне подарила прислала из другого штата я вам показывала а это подарила давно лет шесть назад наверное или семь лет назад сестра мужа турецкие лампы картину вот сюда повесили видите который сегодня он купил здесь у меня мне нужно наконец-то наконец таки распечатать эти фотографии этого для зои это помните я покупала в т.д. макси то есть еще вот рамки у меня черная две черные одна белая нужно вот сюда в ней повесить а вот еще у меня такое золото винтажно обожаю эту лампу я ну вот это тоже такое золото такое темное дерево но золото темное сделано это вот дерево сюда поставили так это выглядит это настоящая очень классная это у меня знаете что я брала мэйзи когда она была совсем маленькая не знаю сколько им было она очень маленькая была вот на рождество я делала это вот бак дроп называется задний фон кристмаса и сейчас поставлю вам только посмотрите на мою принцессу смотрите на ее волосики я вам уже показала в телеграме и в инстаграме это уже второй раз мы идем на месяц вот октября каждый пятница суббота воскресенье вот такие мероприятия по всему городу и на островах тоже вот и вот я была позже раз детьми и сегодня в субботу поедем уже всей семьей в трамку джейда потом у нас будет парад здесь на острове прямо от соседней соседней комьюнити много много чего происходит по городу но мы не хотим сегодня ездить потому что здесь вот фармы где они делают разные мероприятия но это будет весь октябрь весь ноябрь еще успеем туда пойти поэтому сегодня хотим где-то поблизости надела я такую юбочку осеннюю ну и хэллоуиновскую рубашечку ну не рубашка все поехали у нас сегодня погода очень классная немножечко есть такой знаете такой ветерочек погода 26 градусов но с этим ветерочком хорошо вот прям самый раз как будто такой бриз из океана идет приятная погода видите как искусали вот вчера я не знаю вам видно или нет прям сильно искусали но меня тоже просто везде смотрите какие они наглые да я Будьте осторожны! Будьте осторожны, они будут бить! О, не пошли! Окружили нас, в общем. Ладно, пока. Ну, пошли. Это вот следующая комьюнити после нашего дома. Здесь они будут делать парад. Ну, это парад такой, знаете, среди соседей. Среди комьюнити. Микки, Минни, а ты Мэзи. Микки и Минни. Микки, Минни, смотрите. Микки, Минни. Тоже украсили. Ну, здесь так особо я не вижу прям так сильно украшения, как у нас в Лос-Анджелесе. Есть некоторые дома, которые к параду готовятся люди. Американцы любят вот такое дело. У нас в Ташкете, я не помню, чтобы соседи там в комьюнде собирались и такие мероприятия делали. Смотрите, какое дерево, просто не передать слова. И кто желающий, может участвовать в параде, но мы не будем участвовать в этом году. Вот такое мероприятие происходит здесь каждый год. В нашем комьюнити, оказывается, они делают вот такой типа парад марш. Я думала, парад, что мы все будем стоять, как вот обычно происходит, и будут люди, кто участвует, проходить парад. Оказывается, нет. Сейчас я вам объясню, в чем разница. Значит, все вот люди, которые живут в этом комьюнити, они, понятное дело, одеваются во разные костюмы. Видите, то есть мамы, папы, дети. И ждут, когда начнется марш по комьюнити, то есть по комьюнити это вот как махаля, да, наш по-узбекски. И мы так вот сначала не понимали, думали, будем стоять и ждать, когда начнется парад. А оказывается, потом начинается марш, все люди идут вот по вот этой улице. Там довольно-таки долго мы шли, где-то минут 40 или 50 даже, да. И там вдоль домов люди уже сидят или стоят и на своих машинах, то есть багажники открывают и раздают конфеты. Это, конечно, очень интересно, потому что у нас такого в Калифорнии не было. В Калифорнии мы только ходили на 31 октября. Вот это был один день Хэллоуин, да, я имею в виду, чтобы как бы собирать конфеты. А здесь оказывается, вот в месяц октября, каждую пятницу, субботу, воскресенье, есть разные мероприятия. Ну, не по домам ходишь, а, например, транкорджи, то есть люди собираются комьюнити, да, специальные. И вот на своих, украшают свои багажники и привозят конфеты, там всякие сладости и раздают детям. Вот, это, конечно, классное-классное мероприятие, намного лучше, чем просто ходить по домам, потому что тем самым ребенок может одеть свой костюм хотя бы там несколько раз, да, а так раньше они одевали только один раз, ну, два раза. Один раз на Хэллоуин и до Хэллоуина в школе парад, обычно в американских школах везде парад. Вот, ну, костюмы, они все-таки не дешевые, там минимум там 30 долларов платишь за костюм, и хочется, чтобы ребенок побольше, ну, походил. Вот, видите, начался марш, мы думали, что мы будем опять-таки стоять, я говорю, нет, смотри, все же идут, и хорошо, что мы тоже пошли с народом, потому что иначе бы стояли бы, море погоды ждали бы. А так вот все идут, подберут конфеты, было вообще-то здорово. И плюс посмотреть там на дома, какие у людей дома, да, то есть муж там смотрел, в этом доме я бы не жил, в этом доме бы, ну, в общем, ни один дом ему не понравился, он считает, ну, это, видите, колониал стайл, они такие длинные, если вот сейчас я вам, не знаю, смогу я вам показать, они вот длинные, очень длинные, то есть не двухэтажные, а вот колониал стайл, это вот какие-то прямоугольные, что ли, он говорит, представляешь, если ты в одной стороне дома, там, если случилось что-то с ребенком, пока ты добежишь до второго, до второго крыла дома, да, это столько надо бежать, то есть не функционирует, ну, не функционал, он говорит, а так, если там два-три этажа, то как-то более разделение идет более такое, а вот это, знаете, что это шатс, это гелевые шатты для родителей, то есть там виски и вот эти вот желатин смешивается, и вот американцы очень любят это, джело шатс, я одно взяла, ну, вот, видите, возле домов кто-то поставил тент, кто-то просто поставил стульчики, кто-то там есть машину, да, багаж свой, кто-то вот столы, и вот так вот они раздают, идете, и берете конфеты, ну, было, конечно, здорово, вот, а это значит комьюнити, не в котором мы живем, но следующее, то есть мы живем вот в нашей комьюнити, и следующий заезд в это комьюнити, кстати, в этом комьюнити я тоже смотрела дома, тоже, когда вот мы выбирали дома, я сама выбирала, здесь не было ничего на продажу, но были ренты, то есть я выбрала, я помню, мы же не знали, мы будем покупать дом или рентовать, я в этом комьюнити нашла рент, тоже вот такой вот, как colonial style, такой длинный, очень там было красиво, кухня шикарная, там ремонт очень классный, но мужу не понравилось, потому что, опять-таки, ну, он не любит такой стиль, он говорит, для меня это как стиль бабушек и дедушек, да, ну, а потом мы решили, что лучше покупать дом, потому что потом это может быть наше property, которое мы сможем в будущем сдавать, и так мы и сделали, так мы и оказались вставанием. И вот мы решили, и мы все-таки, и кем-то по-сталям, и мы все-таки и мы все-таки.